Славьи Бог, разумея, ты и ты, и ты, и ты, и ты... Если бы ты, и ты, и ты, и ты, и ты... Пить беснопение, которое то же самое будет? Как представляете, мы уже с вами дожили именно до этих дней. И этот день завтра называется воскресенье праведного Лазаря, когда Господь чудным образом воскрешает Лазаря, друга своего, четыре дня находившегося именно уже умершего и находившегося во гробе. Это было чудесное событие, которое явилось отправной точкой в дальнейшей судьбе земной жизни Спасителя. Потому что после этого момента враги Господа Иисуса Христа, их оказывалось достаточно, хотя и ходило много, они улыбались ему, кто-то хотел уловить его таким лукавым предложением всяким, уловить в Слове, в деле уловить. Было много друзей, конечно, но и было достаточно много врагов. Вот когда Господь воскрешает праведного Лазаря, то враги Господа Иисуса Христа решают окончательно его убить. Потому что это событие не было такого, чтобы человек после четырех дней вставал из гроба. А Господь это сделал. И, конечно, они почувствовали, эти люди, которые называли себя именно верховными руководителями иудейского народа, духовными руководителями иудейского народа. Потому что все-таки в Израиле первенствующей была духовная власть, политическая власть была у Римской империи. Но всегда израильский народ, конечно, относился с глубоким почтением своей духовной власти, которая имела на этот народ огромное и большое влияние. И вот эта духовная власть, которой представляли две партии – саддукеи и фарисеи. Фарисеи – это, значит, отделенные в переводе. Благочестивые люди, очень благочестивые. Старались исполнять каждое постановление закона, каждую точку закона. Когда мы с вами что-то делаем такое, скурпулезно даже, с чистым скурпулезно, нам говорят даже, ну, ты как прямо фарисея поступаешь, да? Делаем то скурпулезно, бываем какие-то дела, а мелкие дела делаем очень внимательно, а большое главное только оставляем. И мы говорим тогда, или нам говорят, тут какой-то фарисей какой-то, да? И другая была партия – саддукеев. Вот она была более светская партия, политическая партия, но тоже духовная партия. Вот эти две партии вдруг почувствовали, что если они не предпримут следующие попытки убить Господа Иисуса Христа, то власть они потеряли. Вот они решаются на этот страшный шаг. Вот такая отправная точка именно этого дня – воскрешение праведного Лазаря. И мы, конечно, будем завтра праздновать, радостно будем праздновать. Будем петь тропарь праведному Лазарю, будем вкушать уже. Следующий праздник, предвкушая это верное воскресенье, ход Господня Иерусалим. Следующий день, который будет вызываться, и предстоящая неделя, она уже особенная. Это неделя Страстной Седневица. Постарайтесь ее провести очень внимательно. Старайтесь почаще читать Евангелие. Особенно, ну, какой отрывок прочитаете, такой прочитаете, все хорошо. Но постарайтесь в эти дни, особенно в первые три дня, читать Святой Иоанн. Побольше читать Святой Иоанн. Особенно в моменты страданий Господа Иисуса Христа. Я вам этого советую. И, конечно, в четверг, который мы называем так по традиции, чистым четвергом, в этот день было установлено Таинство Святого Причащения. Поэтому в этот день, конечно, вы всей Церкви надо обязательно подготовиться к чему? Чаще всего. Правильно. К принятию Святых Божественных Христовых Таинств. То есть не поленитесь. Это главное. Этот главный день, когда был установлен Иоанн Таинство, посредством которого мы с вами соединяемся с Господом Иисусом Христом. Это самое главное. Как мы соединяемся с Господом? Когда причащаемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok